Ежедневно с симптомами холеры и дизентерии в больнице Мариуполя обращаются порядка 10-15 человек. Вот только в городе нет реагентов для тестирования. Все вывезли оккупанты. Отсутствуют и антибиотики, поэтому горожанам говорят просто возвращаться домой, не оказывая надлежащей помощи. Проблема в городе и с инсулином, обо всем этом говорим прямо сейчас. Ведь к нам присоединяется Петр Андрющенко, советник городского главы Мариуполя. Петр, здравствуйте. Добрый вечер. Сейчас снова-таки обширный вопрос о состоянии, о положении, о том, что происходит сейчас в городе Мариуполя. Что, возможно, вы хотели бы сообщить в первую очередь и на чем сконцентрировать наше внимание? Из названного уже, безусловно, это, наверное, две самые большие проблемы. Проблемы медицинские, проблемы возле эпидемии. Мы уже имеем подтвержденные данные от наших источников из Мариуполя. О том, что, да, действительно, ежедневно 10-15 обращений к врачам идет. Люди обращаются с симптоматикой, схожей на симптомы либо холеры, либо дизентрии. В принципе, это говорит о том, что инфекционная болезнь какая-то уже в городе идет. В тех условиях, в которых находится город, в тех условиях, в которых существуют люди, при отсутствии полном лекарств, при отсутствии возможности диагностировать, но с чем непосредственно люди обращаются при отсутствии инфекционных отделений, как таковых, по сути, это обрекать город на эпидемию, причем которая может приобрести колоссальный масштаб. Потому что лето, потому что жарко, потому что вода, потому что весь, все импровизированные рынки с земли забиты рыбой, которую категорически в этом случае нельзя ни продавать, ни покупать, ни есть. Тем не менее, все это закрывают глаза оккупанты, и поэтому наши люди, безусловно, в безусловной опасности. Ну и в процессе выяснения ситуации с холерой вылезла наружу проблема номер два. Она, конечно, касается не всех, но точно касается всех инсулинозависимых. Катастрофически не хватает инсулина, а тот инсулин, который раздают оккупанты, он такого качества, который не подходит тем, кто болен сахарным диабетом, он крайне низкого качества. В итоге наши врачи буквально дословно говорят, что работают хирурги, как мясники. Две-три операции в день, людей просто ампутируют конечности. Как последствия запущенного сахарного диабета. Это просто ужасно, потому что люди продолжают умирать от последствий действий российских оккупационных властей при фактическом отсутствии ведения боевых действий. Также из критического, критически сократились поставки питьевой воды. То, о чем мы уже говорили не раз, то, о чем мы предупреждали, вот оно, к сожалению, настало. Теперь питьевую воду наполняют емкости, расположенные по городу, для того, чтобы люди могли набрать воду раз в неделю практически по всему городу. С учетом температуры, с учетом лета, жары, мы понимаем, насколько это катастрофически не хватает людям. Вот такие условия жизни на сегодняшний день в Мариуполе, к сожалению, не становятся лучше. Картина позитивная становится больше от пропагандистских СМИ, но в реальности жизнь скатывается и скатывается. Вот за критические все линии уже скатилось, теперь идет дальше. Фронт. Політика. Економика. Життя. Найголовніші новини та гострі теми тижня. Щонеділі 20.30. Ютуб-канал Україна-24. Субтитрувальниця Оля Шор